Вечер, здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 21 февраля, поздний вечер, суббота, блогер из Перми, бывший, естественно, работник, сотрудник КГБ, Бессонов Алексей Борисович. Но я вот очки одел не для солидности, просто у меня, я уже давно читаю в очках, и вот в последнее время что-то совсем уж, так сказать, читать, надо так вот разместить. Да, читаю в очках, и вот тут просто, так сказать, необходимость есть, поэтому. Ну, вот тема поста, меня нужно все-таки прокомментировать по той ситуации, которая возникла на Украине, спрашивают, чем закончится и так далее. Ну, я вот, знаете, хочу сказать, что вот вышел очень хороший в видеоблоге обращение бывшего министра экономики Нечаева Андрея Алексеевича. В профессии Гайдара был министром экономики, шикарное выступление. Я, знаете, хочу сказать, что я даже без всякой иронии ему сказал, что ему бы надо выступить где-то на конгрессе левых организаций с таким докладом, потому что, ну, действительно, ученый, серьезный ученый. И как ученый он, так сказать, препарирует всю ситуацию в стране, так сказать, как патологоанатом, то есть показывает проблемы, которые действительно есть у этого правительства и так далее. Ну, я хочу сказать, что, конечно, то правительство Гайдара можно ругать, можно, так сказать, ненавидеть. И я, так сказать, ваш покорный слуга, будучи членом КПСС, служа в КГБ, естественно, относился, понятно, как, и я думаю, что было бы, иначе было бы ненормально, если бы я по-другому относился. Но надо понимать, все-таки, так сказать, ту атмосферу, в которой пришло это правительство, что было в стране и так далее. То есть фактически же развал страны, развал экономики полный начал Горбачев. Горбачев увеличивал бездумно заработную плату, так сказать, фактически не увеличивая производительность труда. Кстати, то же самое сегодня Путин делает. Вот эти годы он увеличивал зарплату силовикам и так далее. Пенсии, но производительность труда же не увеличивалась, поэтому тоже проблема, с которой мы столкнулись, уже сегодня сталкиваемся. И вот, безусловно, плюс, так сказать, отсутствие политической реформы, то престарелое руководство, так сказать, проспало все, что можно проспать, и косыгинские реформы и так далее. И то правительство либералов Гайдаровской, конечно, они были, особенно, пожарной командой. То есть они именно приходили в управление для того, чтобы проводить реформы либеральные, жесткие, очень, так сказать, радикальные. Но вот так вот. Я хочу сказать, что не дай бог кому-то, вот сейчас уже понимаю, с позиции прожитого, не дай бог никому оказаться в той школе, в которой... Плюс баррель был там, по-моему, 23 доллара или 22 доллара и так далее. То есть фактически это была катастрофа. И они тушили, тушили эту катастрофу, как, что. Конечно, можно было бы и лучше сделать и так далее. Но, еще раз говорю, что, ну, понимаете, все равно человек, так сказать, пройдя определенный жизненный путь, любой человек, тем более ученый серьезный, он, так сказать, пытается дать какое-то, так сказать, объяснение тем действиям, которые он делал. И я хочу сказать, что вот Андрею Алексеевичу совершенно нечаиво нечего стыдиться. Почему? Почему? Потому что, не знаете, я хочу сказать, что... Ну, вот такая была ситуация в стране. И, к сожалению, в России это учит всех реформаторов. Ну, вспомните судьбу, скажем, Александра Второго. Да. Ну, казалось бы, дал все. И право отменил крепостную, и судебную реформу провел. Однако, семь покушений. Семь покушений. Конституцию готовил, как я даже. Однако, семь покушений и так далее. Так вот, что же будет сегодня? Что будет сегодня, так сказать, что ждет правительство Медведева и Путина и так далее? Ну, вот еще раз просто. Ну, просто принято ссылаться, что это не мои мысли, потому что, так сказать, я не специалист в области экономики. Хотя, вы знаете, экономика без политики, без литературы, без исторических аспектов, в которых происходят те или иные модели, это не наука. Это, так сказать, просто ни о чем. Поэтому надо понимать, что происходит в обществе. Как юрист, я могу же согласиться, что вот, например, конечно, правовая система, как таковая, не действует. Страна управляется вручном управлении. Более того, вот он, Андрей Алексеевич, правильно говорит, о том, что фактически местного самоуправления нет. Оно, ну, просто его нету, его отменили, как де-факто, и уже даже в де-юро, как так сказать. И более того, то же самое можно и по другим институтам сказать, поговорить, потому что фактически правовая система находится в зачатном состоянии. Так вот, хочу сказать, что ждет правительство Медведева, что же ждет. Но есть вещи объективные, понимаете. То есть, если вы не занимаетесь экономикой, а у него Путин действительно был шанс, уникальный шанс. У него было это десятилетие для того, чтобы он начинал мощные реформы по модернизированию экономики. Вот в свое время Андропов говорят, я так читал, что не специалисты в этом области, что ему предлагали, так сказать, 2-3-4 отрасли экономики, где СССР создавала, ну, помимо военно-промышленных комплексов, создавала конкурентоспособные продукты. Вот, то есть, на них вытаскивают страну и так далее. И у Путина был тот же самый шанс. Был шанс, так сказать, начать модернизацию экономики. Но, к сожалению, Путин все это проспал. А мне кажется, он просто не может это делать. Он просто не умеет руководить, так сказать, его, в принципе, команда, это просто люди, что-то, лояльные к нему, преданные ему и так далее, а ничего не понимают в экономике. Поэтому в данной ситуации что? Ну, какой способ решения проблемы? Это война. Кстати, я говорил уже, что когда был спад экономики, ведь Николай Второй почему начал Первую мировую войну? Так тут же был спад в экономике, там, минус 2%, называют цифру и так далее. То же самое здесь. Какой выход? Это война. Война для того, чтобы, так сказать, держать в обществе в состоянии, так сказать, напряжения и так далее. Для того, чтобы не проводить выборы, фактически для того, чтобы не проводить никаких реформ политических в стране и так далее. То есть для того, чтобы, так сказать, диктат такой, воспитать диктат хозяина. Вот, собственно говоря, вот этим он и будет заниматься. То есть войны, войны, постоянные локальные войны. Я думаю, что в дальнейшем будут войны и на юге страны, как только более-менее ситуация устаканится на Украине. Я думаю, что он там будет принимать в них участие. То есть, потому что, ну, в конечном итоге все равно невозможно, так сказать, знаете, бесконечно лесать хвост собаки по частям. Все равно, так сказать, ситуации в экономике необратимые. Еще раз говорю, что правильно, Андрей Алексеевич, что бюджеты все сокращаются. Социальные гарантии, он не в состоянии будет гарантировать, потому что уже сегодня фактически все бюджеты сокращаются на 10%. Это только в 2015 году, а дальше еще больше. То есть, практически, те обязательства, которые он гарантирует, они будут сокращаться. То есть, фактически, социальная направленность бюджетов вся будет рушиться. Более того, еще раз повторюсь, совершенно правильно, что это не бюджет развития. То есть, фактически, он только-только затыкает, так сказать, дыры и все. Вот такая ситуация. Поэтому, я думаю, что мы получим какой-то такой режим, такой, ну, не полувоенный, а такой полуавторитарный, с постоянными войнами. Ну, и то эта ситуация не спасет. Я думаю, здесь два варианта. Ну, исключая, конечно, вариант социальных взрывов. Тут два варианта. Или он все-таки проснется и признается в полной неполноценности, так же, как Ельцин, потребует для себя каких-то гарантий. И уйдет, отдав какой-нибудь, доставив правительство коалиционное формировать. Я думаю, что, скажем, вот Нечаев Андрей Алексеевич запросто мог бы стать консультантом, так сказать, по проблемам экономики. Серьезно, специалисты, так сказать, безусловно, Россия не может жить без рынка и рыночная экономика. Безусловно, должна быть. Но другое дело, так сказать, как в условиях абсолютного развала, да, все-таки в 90-е годы плохо или хорошо при всех проблемах. При нежелании, так сказать, КПСС идти на реформы, при, так сказать, проблемах колоссальных в экономике, все-таки там была система управления. Были кадры, были наработки, КБ были научные. Сегодня ничего этого нет. Как? Как восстановить эту экономику? За счет чего? Как? Когда ПТУ все закрыты, понимаете, станков рабочих нет, некому стоять у станков и так далее. Поэтому мне кажется, что он рано или поздно просто сбросит вожжи и скажет, давайте формировать коалиционное правительство. После коалиционного правительства можно будет о чем-то говорить, о выходе из какого-то кризиса, о попытках и так далее. Пока что он держится за эту власть. Пока что он не понимает, что колокол уже прозвучал, что все закончено. И виноват, прежде всего, на его экономический курс, когда 10 лет он бездельничал, ничего не делал, накручивал себе рейтинги и так далее. Но это делать невозможно, потому что есть вещи еще раз в экономике объективные. Я еще раз говорю, я не экономист, я юрист. Но тем не менее, и правая система, ну вы понимаете, она не может, так сказать, без того, чтобы подпитывали ее какие-то экономические гарантии и так далее. Вот такая ситуация. Поэтому мне кажется, что уход его неизбежен. Но другое дело, что доведет странную экономику до ручки, до развала. Это, конечно, катастрофа. Спасибо, Ваш Бессон, Алексей Борисович.